Здравствуйте! С вами Ольга Исаева и тележурнал «Сороковочка». Представляем вам наиболее значимые события жизни Сибирского химического комбината и города Северска. Сибирский химический комбинат В одном из цехов завода разделения изотопов развернулись масштабные работы по модернизации производства. В самом разгаре подготовка. Специалисты отдела по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов расчищают территорию. Чтобы эта трудоемкая работа шла быстрее, на помощь приходят машины. Их приобрели в рамках инвестпроекта при поддержке госкорпорации «Росатом» и топливной компании «ТВЭЛ». В частности, появился мини-эскаватор «ЮЧАИ». С насадками, как гидромолот для вскрытия и демонтажа железобетонных покрытий, гранитного покрытия и так далее. Также имеется у него ковш 0,5 куба для сбора сыпучих каких-то материалов. С помощью техники вскрывают пол для последующей укладки закладных под электрокабель и подведения водяного охлаждения к оборудованию, которое предстоит установить в цехе. Кстати, свой трудовой путь новенький экскаватор начал здесь, на ЗРИ. И пока специалисты довольны маневренностью, широкими возможностями и легким управлением этой машины. Очень приятно работать, техника новая. Меньше устаем, выполняем больше объем работ, поставленный перед нами. Все отлично, все работает, как часики. Приходилось все руками делать, а теперь техника делает. Соответственно, долбить меньше, меньше убирать ребятам. Благодаря экскаватору снижается физическая нагрузка на людей, а еще воздействие возможного ионизирующего излучения при проведении работ. В рамках инвестпроекта при поддержке Росатома и ТВЭЛа приобретены еще несколько единиц техники. Телескопический погрузчик, электрокары с кранами-манипуляторами, которые могут поднять груз до одной тонны, а перевозить до трех тонн. Очень выручает нас эта машина, конечно. Мы теперь можем сами грузить, сами выгружать, сами перемещать, спокойно передвигаясь, спокойно перемещать наш инструмент, оборудование. Новая техника в разы увеличила эффективность труда. Но все же главной составляющей результативной работы остаются компетенции сотрудников, их богатый опыт и высокая квалификация, которые позволяют выполнить самые серьезные задачи. Делегация Российской Академии Наук побывала на Сибирском химическом комбинате. Академики, члены-корреспонденты РАН, радиологи посетили учебно-тренировочные и информационные центры СХК, площадку ОДЭК, встретились с научным руководителем проекта «Прорыв» Евгением Адамовым. И обсудили вопросы развития двухкомпонентной ядерной энергетики. А главным событием стал академический дискуссионный стол. Он проводился в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Новая технологическая платформа атомной энергетики» и посвящался 75-летию Сибирского химического комбината. Участники обсудили медико-биологическое и экологическое сопровождение, разработки и внедрение инновационных технологий в атомной отрасли и их дальнейшего безопасного использования. Также специалисты выразили поддержку дальнейшему развитию инновационных атомных технологий, направленных на обеспечение технологического суверенитета и безопасности страны. Был отмечен высокий вклад сибирских ученых в развитие атомной отрасли. Не случайная реализация проекта «Прорыв» идет именно здесь. Мы специально выбрали Томский регион для того, чтобы осуществлять вот этот проект. АДЭК, который строится, это есть реальное воплощение, замыкание топливного цикла и демонстрация всех его преимуществ. Потому что здесь хорошая наука, потому что здесь университетский кластер. Прорыв для нас это не только новый проект, для нас это как раз включение Томска, возможность включения Томска как раз в перечень регионов, которые точно будут отвечать на вызов, который озвучил Владимир Владимирович Путин, на вызов технологического суверенитета и национальной безопасности. Эти перспективы, создание новых технологий в атомной отрасли, с использованием новых видов топлива, это будущее человечества, это будущее Российской Федерации. И это впечатляет. Мы, конечно же, будем совместно с Сибирским химическим комбинатом, с Госкорпорацией Росатом в полном объеме участвовать в этом процессе. Региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы» прошел в Томске области. Одной из площадок конкурсных испытаний стал Сибирский химический комбинат. В учебно-тренировочном и информационном центре студенты техникумов и колледжей проявляли свои навыки в компетенции «Бережливое производство». Эффективно выполнить поставленную задачу с минимальными затратами – это одна из главных составляющих «Бережливого производства». Студенты Томских техникумов, а также Северского промышленного колледжа в рамках регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» должны решить реальную производственную задачу. Олегинский, еще раз напоминаю, выполняем модуль «Б». В каждой команде два участника. Первый собирает деталь, второй следит за тем, как идет процесс. Важно зафиксировать, где и в какой момент происходят потери. Конечно же, есть человеческий фактор, это уже оператор отвлекается, есть брак, всякие потери именно времени, перемещений. Помимо того, что нужно выявить потери времени, материалов, понять, что влияет на эффективность труда, участникам необходимо предложить варианты решения этих проблем. Внедрить их и оценить экономический эффект. Задание, которое максимально имитирует реальный производственный процесс, для многих оказалось непростым. Кажется, во всем сложности есть. Ну, то есть, прям конкретно такого задания мы не ожидали. То есть, тут есть моменты, где надо проработать самому, понять, есть у тебя это, нет у тебя этого и так далее. Бережливое производство сегодня внедряется во все процессы. На СХК эта работа идет в рамках интеграции производственной системы Росатома. Технологии и инструменты бережливого производства успешно применяют на протяжении многих лет. Такие конкурсы, отмечают специалисты, как раз помогают будущим сотрудникам предприятий обучиться всем необходимым навыкам. Хоть это и игровая такая площадка, на самом деле здесь отрабатываются практические навыки применения потом на производстве. И, конечно же, ребятам на конкурс мы должны были сделать такие условия, в которых бы действительно были эти потери. Ребята, имея базовые знания, приходят на предприятие и уже там активно внедряют эти инструменты, становятся частью группы, так скажем, команды по улучшению. Первое место в компетенции «Бережливое производство» заняла студентка Томского политехнического техникума Валерия Шустикова. Региональные победители представят область на всероссийском этапе чемпионата. Уникальный объект будет построен и введен в эксплуатацию точно в срок. Об этом заявил директор первого в мире реактора на быстрых нейтронах Брест-Тодэ-300 Иван Бабич. Он был назначен на должность в феврале. Иван Бабич приехал в Северск из Соснового Бора. Около 30 лет трудился на Ленинградской АЭС. А теперь покоряет новые вершины атомной энергетики на Сибирском химическом комбинате. Сибирский химический комбинат остается центром притяжения лучших специалистов страны. Десятки лет назад сюда приезжали для строительства объектов, а сегодня для возведения опытно-демонстрационного энергокомплекса. Иван Бабич, директор первого в мире реактора на быстрых нейтронах Брест-Тодэ-300, приехал из Соснового Бора. За плечами 30 лет стажа на Ленинградской АЭС. Пришел на практику еще в 1993 году. Пришел в цех наладки, тогда назывался. Сейчас он на делу женерно-технической поддержки. Пришли мы с лесарем, потом инженерами. Тогда было в составе Ленинградской атомной станции 4 блока РБМК. Вот я пришел на... Служба была общая на все 4 блока. И через год создавалась служба технологического управления. Это служба, которая объединила работников блочного счета управления. Иван Бабич прошел профессиональный путь от ведущего инженера управления реактором до начальника смены станции. Занимал должность заместителя главного инженера по эксплуатации первой очереди. А в конце февраля текущего года Иван Анатольевич приступил к новым обязанностям на СХК. Возглавил работу по строительству и вводу в эксплуатацию уникального промышленного объекта, который позволит реализовать на российских АЭС замкнутый топливный цикл. Я с таким удовольствием погружаюсь в проект, теоретические основы. Все понятно, все знакомо. Каждая минута для меня удовольствие. Удовольствие смотреть на те нетипичные, гениальные, на мой взгляд, даже некоторые проектные решения, которые были применены. Интересно, конечно, смотреть на стройку. Интересно смотреть в глаза моего коллектива. Смена города совсем не смутила, отмечает Иван Бабич. Ведь когда есть шанс внести свой вклад в развитие атомной энергетики, нужно им пользоваться. А здесь такой серьезный проект. К тому же в Сосновом Бару было много специалистов из Северской. Заочно Иван Бабич уже полюбил этот город, а приехав, только укрепил эти чувства. Поддержка коллег Сибирского химического дает уверенность в том, что все сложится и новая вершина будет покорена. Еще больше новостей из жизни Сибирского химического комбината и города Северска мы расскажем в следующих выпусках «Сороковочки». Посмотреть наш тележурнал вы можете на канале СХК в YouTube и соцсетях ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках, а также на сайте AtomSip.ru. С вами была Ольга Исаева и «Сороковочка». Мы всегда в центре событий. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok